У нас Светлана Васильевна и Галина Владимировна. Действительно, данные изменения в бюджет вносится в оперативном порядке и они объективно связаны с тем, что сегодня Федеральный ЦРЦ Министерства финансов, Министерство экономического развития кардинально меняет подходы на ходу к формированию федерального и бюджетов региональных. И, к сожалению, мы сегодня в течение февраля месяца будем вынуждены еще проводить и внеочередные пленарные заседания с тем, чтобы мы могли позволить нашему правительству заключать соответствующие соглашения с федеральным центром, которые позволят получать нам не все финансирование, в том числе и настраивать межбюджетное отношение. Что касается подготовки, Галина Владимировна, действительно, на пояснительную записку вам, может быть, случайно не попало в прямом виде, но на сайте она была опубликована. Но если вы ее не увидели, ну, наверное, это, так сказать, не совсем хорошо. Но на комитете мы подробно пригласили министра имущественных отношений, мы замминистра пригласили специально, чтобы многие вопросы поснимать. Вот, Светлана Васильевна, все, что касается инициативного бюджетирования, да, о составлении бюджета по инициативе граждан. Когда мы общественные слушания проводили, губернатор выступал, и вот впервые эта идея была выставлена. Да, определили два пилотных проекта. Но сегодня мы даем поправками к этим пилотным проектам, выделяем деньги. Но следующее финансовое, когда мы бюджет будем составлять, вот уже и муниципалы, и мы, как депутаты, нынешние, и будущие депутаты, обязаны будут проводить жителями опросы, которые будут положены в основу бюджетирования нашего основного бюджета. Вот сейчас мы поправки им носим, а вот сейчас мы расширяем эти возможности, и я думаю, что это поддерживать надо. Мы договорились с Анной Анатольевной, что по этому поводу правительство разработало порядок. Мы проведем встречу, где будут четко, ясно разъяснены порядок проведения работы по инициативному бюджетированию. И последнее. Но вы правы, конечно. Есть полномочия региона, есть полномочия муниципалитета, есть федеральные полномочия, да? А есть вообще государственные задачи. Вот создана Национальная гвардия, и она создана не случайно. Мы видим, какая обстановка. Сегодня она создана, и вот здесь подразделение в Соколинской области. Приезжало руководство большое, губернатора. Мы сегодня на территории обязаны создавать условия для работы, в том числе вот таких силовых структур. Это наша безопасность, это международная безопасность. Мы живем в регионе известных каком. Мы сегодня приобретаем областную собственность. Они в свое время, им нужны будут специализированные здания. Я думаю, что они их построят, и мы их обратно заберем. Но сейчас такая обстановка, и вот как-то вот на этом, конечно, мы должны каким-то другим, чтобы каждый выполнял свои полномочия. Но сегодня вот такая необходимость. Я предлагаю своих коллег убедительно поддержать решение комитета, которое вновь было озвучено. И поздно комитетов, если есть желание, приходите не членом комитета. Спасибо. Второе выступление. Галина Владимировна, подожди, подожди. Нет, у меня ремарка о бюджетном кодексе и патриотизме. Я хочу напомнить депутатам, что в конце года мы расширяли рамки разрастной детям-жировой. И коммунисты предлагали сразу в прошлом году, буквально там миллион чуть больше требовалось, чтобы эти люди все-таки получали деньги. Но нам сказали, в соответствии с бюджетным кодексом, есть финансовые обязательства, а новые финансовые обязательства с нового финансового года. Всем это известно, нам всегда это говорят. Но 500 миллионов добровольный имущественный взнос некомерческой организации «Исторический парк» на историю. Мы делаем сегодня. Это новое финансовое обязательство. Но год уже давно начался. Почему не с нового года? И по поводу о патриотизме. «Исторический парк» – моя история. Помните, нам про патриотизм рассказывали? Но детей войны мы отодвинем все равно. Вот при любом раскладе. Не буду голосовать я сегодня за этот закон. Старая Васильевна, второе выступление. Вы знаете, вот оправдать свои действия мы всегда можем. И причин для этого много на юге, безопасности, многое другое. На самом деле мы все-таки в Российской Федерации живем. И Российская Федерация, принимая федеральное законодательство, если оно видит свои такие направления приоритетными, оно должно, естественно, их и поддерживать. Почему сегодня перекладывается на наши? Тогда пусть носят по банку, что все эти обязательства, они доверяют нам, как говорится, рекомендуют нам поддерживать. Но ведь это мы в федеральных законах не даем. То есть мы сегодня на самом деле ваяем какой-то новый свой бюджет, который берет на себя все. Почему? Зачем мы тогда перераспределили эти свои обязательства? И каждому свою ношу нужно нести. Но тем не менее мы занимаем соглашательские позиции, я считаю, неправильные. Закон федеральный никто не отменил, и коррективы туда никто не внес. Поэтому давайте как бороться. Мы же для этого здесь и находимся. За свои права, за свои финансы, за свою судьбу территории. Так нас много чем нагрузят. Только потом для своего населения ничего не останется. Поэтому я считаю, что это недопустимые соглашательские моменты, которые необходимо, за которые вот Дума на то и есть коллегиальный орган, чтобы поднимать их на самый высокий уровень и бороться за свои права здесь. Мы территория маленькая. И знаете, нас могут очень серьезно напрягать по разным направлениям. Считаю, что у нас тут денег очень много. На самом деле их не так много. Вы сами видите, даже не можем обустроить и несчастные дворы, о которых я говорила, в центре города. И многое другое, что связано и с нашими пожилыми людьми, детьми и так далее. Нет у нас лишних денег. Но, видимо, считают, что они у нас есть. Поэтому нам сегодня и предлагают это сделать. Но мы дружно, под козырек, пытаемся быстренько и выполнить. Сразу двух, трех и пяти чтений. Спасибо. Василий Васильевич, Шадович. Уже, мои коллеги, в последние годы, особенно в последние годы, нам многим, депутатам, здесь приходится наблюдать, как Министерство финансов, экономического развития меняют подходы к определению бюджета. Ведь это связано, прежде всего, с внешними факторами. Мы же понимаем, что цена на них была одна, сегодня другая. Как можно планировать при такой ситуации задолго вперед. Поэтому сегодня меняется рисковая ситуация. И я бы применил, наверное, такое непрофессиональное депутатское высказывание, как они вынуждены выкручиваться. Вынуждены выкручиваться. И при появлении определенных доходов дополнительных, сегодня предлагают нам принять решение. Конечно, нужно голосовать. Как можно говорить о том, что не нужно финансировать Национальную гвардию, которой до этого времени не было, у них нет ничего. Если мы не будем делать на месте здесь, в рамках Сахалинской области, и все будет направлено на Сахалинскую область, у нас отнимут просто эти деньги, слава Васильевна. Вы же понимаете, это прекрасно. Вы такой опыт имеете. Никто не будет смотреть с нами и разговаривать. Давайте хотя бы, пусть это будут федеральные какие-то органы, мы будем их финансировать у себя в области, а не отдадим их в федеральный регион. Не все, вы говорите, у нас денег не так много. В регионах вообще нет. Ведь все против нас. Америка, Европа. Мы были нужны сегодня выкручиваться. Я считаю, что руководитель... Светлана Васильевна, я вас не любил, а уже внимательно слушал, хотя бы мне, может, было где-то, и я с вами не согласен, и тем не менее. Если бы вы указывали на неэффективное использование средств, которые будут направлены, или на их, там, даже, может, коррупционные факты, я вас поддержу. Здесь не могу вас поддержать. Конечно, надо эти деньги выделять. Да я же не с вами разговариваю. Я просил вопрос. Коллеги, давайте... Заткнулись, пожалуйста, Галина Владимировна. Спасибо большое. Давайте голосовать. Что-то на самом деле... Коллеги, поступило предложение перейти голосование. Коллеги, коллеги... Коллеги оставили на голосование проект закона. Кто за то, чтобы принять проект закона? Сахалинской области. Обнесение изменений. Закон Сахалинской области. Спасибо. Спасибо.